Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Начало ролика. Светочка готовит свой заливной пирог с грибами. Опять у нее все, как обычно, все на глаз. Вы знаете, я бы вот не стала делать на Светином месте все на глаз, потому что с глазами у нее явные проблемы. Тесто, говорит, должно быть не густое и не жидкое. Уксус можно не делать, кефир, наверное, погасит соду. Далее, заливая тесто в противень, Света нам объясняет, что теста должно быть много, ведь семья у них большая. Ну а когда она накладывает начинку сверху уже на тесто, я замечаю, что начинки там как раз-таки сгульки нос. Видимо, здесь Света не подумала о том, что именно начинки должно быть больше, поэтому пирог, естественно, будет вкуснее и сочнее. Но, видимо, когда она готовила начинку, она не думала о том, что у нее большая семья. Далее рассказывает нам о том, что, не поверите, оказывается, этот пирог можно готовить не только с грибами, но, говорит, да, можно его приготовить и с чем-то другим. Свет, спасибо, мы вообще-то в курсе и все прекрасно понимаем. В общем, да, рассказывает также о том, что впервые готовит вот этот вот заливной пирог. Чувствует, что у нее все дело получается, поэтому и настроение у Светочки прекрасное. Далее присыпала этот пирог кунжутом и убрала его в духовку. Пока Света с пирогом, Леша все со своим интернетом. Говорит, надо ехать в Москву. Нет, на сей раз не разгонять тоску, а покупать новую сим-карту. Правда, думает Леша, на чем же ехать? В Подмосковье выпал небольшой снег. В общем, погода так себе, резину он поменял, поэтому ехать на машине он не очень-то и горит желанием. Ну, а Света ему советует все равно ехать на машине, чтобы Лешечка как можно быстрее возвернулся, как говорится, домой. Далее уже Света уселась спокойно со своей рассадой, орошает ее, поливает. Что она там делает с ней непонятно, то ли колдует над ней, в общем, неясно, да. Затем уже Света до кухни, ухватив кусок пирога, стала просто его запихивать в рот и, не успев все это дело попробовать проживать, уже по доброй традиции, выставляет палец вверх и говорит, Ой, даже не можете себе представить, как это все укусненько. Ну, кто бы в принципе сомневался, у Светы все всегда очень и очень вкусно. Тут же стоят школьницы, Анжела в школьной форме, а Света ей говорит, ой, ты не думаешь, что надо сначала... Да, Анжела тут же ухватила кусок пирога, жует бедная уже, видимо, оголодала, не успела доехать до дома, да. Кормили, наверное, очень мало в школе и поэтому Анжела стоит в школьной форме, Света делает ей замечания и говорит, Ты даже не переоделась, Свет, а почему ты даже не сказала, что вы даже не помыли руки? Вот я сто процентов уверена, что они пришли, не то, что не переоделись, они еще с грязными руками хватаются за этот пирог, но, видимо, им пофиг, веники им абсолютно все равно. Показала пирог, пирог нормальный, нормальный, но по мне, вот когда видно было, какой он там, да, как говорится, видно, что теста много, а начинки очень мало, так что как-то так. Очередной влог, друзья мои, Света решила нас добить своими кулинарными шедеврами. Наверное, по вот просьбам, по пожеланиям хомячков, она решила всем показать, как же она готовит вот эти самые настоящие горячие бутерброды, те самые, вернее, или мини-пиццы, как она их называет, которые она готовила на последнем стриме. Все девчонки, смотрю, бросились помогать Свете уже по доброй традиции, и Насте, и Виталина, и Дарина, только, вы знаете, в их рядах не видно, как всегда, Анжела. В принципе, все как обычно. Есть, конечно же, прибежит самая первая. Да, в общем, ну, все как обычно. С хлеба, смотрю, на противне лежит очень-очень много, а начинки в тарелочке так мало, вообще просто очень-очень мало. Света говорит, ой, мол, девчонки мои помощницы, даже здесь, мол, делят, кто и что будет намазывать из бутербродов, кто какие бутерброды будет намазывать. А вы, мол, зрители, удивляетесь, что мы делим шоколад и другие сладости. Свет, не надо переиначивать слова и делать вид, что вы ничего не понимаете, и люди все дурнее вас. Мы удивляемся, что вы с Лешкой делите сладости, в том числе и на себя. Те, которые высылают посторонние, чужие люди для ваших детей, но никаким образом не для вас, для взрослых. А вы с таким остервенением делите даже маленький детский мармелад, что просто, ну, диву даешься. Далее показали стол, сидят, едят, Лешка озвучивает, что у них на столе, мол, чего только нет. И то есть, и все есть, в общем, прям самая настоящая скатерть-самобранка, по сути, конечно же, как всегда, нет ничего. Леша ругает Дарину, а я смотрю, у Даринки опять волосы болтаются. Видимо, маме Свете снова некогда сделать дочери хотя бы элементарный хвостик. Далее, как говорится, здравствуйте, я ваша тетя. Света показывает, как готовит начинку для заливного пирога. Ну да, не удивляйтесь, у них вечно все с ног на голову. В предыдущем ролике она испекла этот пирог, в следующем она показывает, как готовит начинку. Ну, а, в общем, все как обычно. Ну, а далее Света, щурясь уже от солнечного света, уселась за стол и стала рассказывать, как же она сходила к окулисту. Говорит, за последнее время ее зрение еще сильнее ухудшилось. Далее, это просто надо, друзья мои, слушать. Это непереводимый набор слов от Света. Она говорит, дополнительно к очкам, как линзы идут. Сразу на стекло это все будет ставиться. Подбирала серьезно, голова кружится в движениях, от движения в очках. В общем, да. Гадайте, понимайте, как хотите, что хотела сказать вам Света. Опять, в общем, семейство Колесниковых решило сэкономить, в данном случае, уже не на макаронах, а на Светкином здоровье. Она говорит, дома у нас огромная куча оправ, да. Будем заказывать только стекла для этих оправ. В общем, честно, я могу себе представить, что из этого, как говорится, дело получится. Я в шоке. Помимо того, что экономят вообще на всем, на всем, что только можно, даже нормальные очки не в состоянии заказать. Достанут, наверное, из каких-нибудь старых-старых сундуков какую-нибудь старую оправу, найдут ее, откопают где-нибудь в своих вот этих вот мешках, да, которые везли, которые до сих пор, спустя год, стоят неразобранные еще на лоджии, и будут заказывать стекла на вот эти вот непонятные оправы. Слушайте, я в шоке. О чем говорят эти люди? Большего бреда я в своей жизни не встречала. Я так понимаю, результат будет еще более плачевным, нежели у Макса, у которого очки постоянно спадают, слезают с глаз, падают ему на нос. Он их вечно бедный вынужден поправлять, и, конечно же, это очень и очень неудобно. Ну, в общем, да, вы знаете, вот этот вот просто уже экономия денег, вот это уже действительно переходит все границы. Накануне Лешка приехал, привез, прикупил лестницу, прикупил там, значит, лебедку и прочие-прочие моменты. На это деньги у него нашлись, ну, а на зрение жене ему, конечно же, жалко. На здоровье для близких людей ему все это денег он жалеет. Далее вообще был прикол. Света стала рассказывать, что они с Виталиной очень часто занимаются. Говорит, будем читать азбуку. Будем читать азбуку. А еще, говорит, она любит у нас читать на банках и на бутылках. Друзья мои, я ржала, вот честно, несмотря на то, что я сейчас очень плохо себя чувствую, я болею, у меня голос вообще практически пропал. Я, вы знаете, я смеялась, но это нечто. Читать, говорит, любит она на банках и на бутылках. На бутылках, Свет, простите, на каких? Надеюсь, не на тех самых, с которых у тебя тогда глаза были в кучу, да? И ты их собрать не могла. Когда многие Светкины хомяки уверяли, нет, нет, она никогда не пьет. Знаете, такое ощущение, что они живут с ней в соседней комнате. В общем, да. И смех, честно. Вот эти банки, бутылки мне напомнили как раз-таки вот эти деревянные игрушки и прочую ерунду. Столько книг у них в доме, а Света говорит о том, что Виталина очень любит читать на банках и на бутылках. Да, далее нам показали вот те самые мучения Виталины, которые они выдают за ее чтение. В общем, села Виталина с книгой, как обычно, видит она там фигу, естественно, потому что с ней никто просто не занимается. Сидит, она больше гадает, что же там написано, нежели читает. Читать она не умеет, потому что ее никто не учил читать даже по слогам, как говорится. Смотрит на картинку и говорит, бревно стоит. А Светка такая говорит, нет, бревно обычно лежит. В общем, да, Свете виднее, что делает бревно. Бревно действительно лежит. Ну и очередной влог, друзья мои. Опять начинается, держите себя в руках, с готовки заливного пирога, с теста. Тесто Света месяц на сей раз в миксере говорит, да, вот на сей раз я его сделала гуще, и оно действительно должно быть гуще, так будет лучше. Бедное семейство теперь будет есть, я так понимаю, этот пирог заливной каждый божий день. Ну, пока не закончится либо мука, либо пока грибы не закончатся. Да, ну, без грибов сделает чем-нибудь другим. Пока их всех не будет уже тошнить от этого пирога, Света его будет готовить каждый божий день. Да, угостили их тыквой. Света продемонстрировала эту тыкву, нарезала ее на кусочки, говорит, сейчас я буду ее запекать в духовке с сахаром. Потом я смотрю, вообще не понимаю, я говорю, неважно себя чувствую, да, и думаю, что она там делает. Сначала я вообще не поняла. Думаю, какие-то странные манипуляции с этой тыквой, в общем, возит их в какой-то плошке. Потом до меня доходит, что в эту плошку она положила сахар. И вот эти вот маленькие кусочки тыквы берет и окунает, значит, в этот сахар. Зачем? Боже мой! И так вот чуть живая вечно ходит, да, такая медлительная. Господи, да возьми ты эту тыкву, выложила, разложила ты на противне, да. Возьми, посыпь сверху все это дело сахаром. Потом все равно она так и сделала, в конце уже остатки сахара она, естественно, просто посыпала. Я не знаю, для чего Светя дана голова. Вот честно, я понять вообще никак не могу. Постоянно ей надо, в общем, изобретать самый настоящий велосипед, несмотря на то, что он давным-давно уже изобретен. Далее, далее вообще это надо было видеть. Сидит Никита, в центре стола, значит, перед ним стоит миска с бегланчем, с лапшой вот с этим, с лапшой с этой, да. Рядом сидится, с одного бока сидит, значит, Дарина и уже тоже поедает, причем поедает так шустро, что не дает даже Никите съесть. Рядышком с другого края сидит Виталина, сидит тоже смотрит на все это дело, ей никто не предлагает, ни Никита, ни Дарина, никто. Потом, пока папка Алеша не предложил, ей не сказал, Виталина, ты тоже хочешь, может быть, поесть вот этот вот бегланч? Она говорит, да, да, я тоже хочу, ну и в общем, да, дали ей тоже вилку, она побежала, начала, значит, тоже это наяривать, пытаясь там как-то подобраться к этой тарелке. Вы знаете, вот честно, со стороны, ну просто действительно какие-то дикари, дикари. На этот бич-пакет несчастный, которому цена в базарный день, как говорится, 3 копейки 10 рублей, да, накинулись, аж втроем сидят, едят. Так, оказывается, папку вот этим пакетом, ой, папку, папку нет, про папку будет позднее, Никиту этим пакетом угостила одноклассница, да, и Лешка смеется, ему так это смешно, так это нравится, что его, знаете, детей угощают, угощают вот этими бегланчами, угощают всем на свете, что ему не надо тратиться на все на это. И то, что они сидят и едят, как с голодного острова, как будто ничего до этого не ели, ему тоже все это смешно, и Леша говорит, да, вот мне бы такую одноклассницу, сказал папа Леша, мечтая, да, да, мы-то все с вами прекрасно знаем, о каких одноклассницах мечтает Леша, любит он женщин, женщин-спонсоров, которые готовы содержать его, дарить ему подарочки, да. Одна тетя Света чего стоила, помните, сколько денег она спустила на это святое семейство, на Лешу, выгуливая его по Москве, пока все семейство жило в Весентуках, в общем, да, потом приезжала к ним в гости, жила с ними, так они ее только не представляли, и родственница это их, и потом она их просто подруга, и так далее, только, правда, несмотря на то, что тетя Света накрывала огромные столы, угощала их всяко-разно, дарила им всем подарки, выражение лица-то у Светы, у Светы было всегда не очень, когда приезжала тетя Света, видимо, приходилось делиться мужем, наверное, да, ну, как говорится, все, у всего есть своя собственная цена. Вот и здесь у Лешки, наверное, разыгралась ностальгия, он подумал, да, вот Никиту уже угощают одноклассницы, и он так спокойно принимает, значит, вот эти все дары, и вот Леша вспомнил тоже свои золотые времена, когда тетя Света его и выгуливала, и по кафе, и по отелям, и, в общем, и дарила ему подарки, и обувь, и одежду, и все на свете, в общем, да. Как говорится, лишь бы на халяву, лишь бы на халяву. Ну, а далее мама с папой поехали в город на почту, поехали на почту, сказали, заедем еще и, значит, и в оптику, заедем и туда, и сюда, и Лешка едет, рассуждает, и говорит, вот, конечно, зачем, у нас оправа-то есть вообще-то хорошее, зачем нам, мы только вот стекла закажем, и вставят нам, и все нам сделают, конечно же, надо же экономить, надо же экономить, сказал Леша, у нас же ипотека, да. А потом, правда, сказал, а потом зайдем в парикмахерскую, мне надо подстричься. Леша, какая парикмахерская? У вас же экономия, у вас же ипотека, надо экономить. Вот дал бы Светке ножницы, пусть бы она тебя оболванила, так же, как ты делал это Максу и Никите. В общем, друзья мои, как-то так, да. Заранее прошу прощения за то, что чувствую себя не очень, поэтому вот, как бы, говорю в нос и, в общем. Вот такой у меня сегодня получился обзор, естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет адекватные комментарии, всем огромное спасибо, все. Всех целую, мои хорошие, всем пока.